Всем привет! В эфире перевыпуск первого самого ролика о черкесах и черкесии. Наконец-то мы до него добрались. Купительный ролик, лицо этого канала. И сегодня мы более подробно и развернуто поговорим о том, кто такие черкесы и что такое черкесия. Итак, черкесы или адыги, как они сами себя называют, в настоящее время это группа народов, проживающих на территории юга России, а также в различных диаспорах за рубежом. Говорят они на адыгских языках адыга-абхазской группы языковой, и для них адыги являются общепризнанным названием для всех этих народностей, которые искусственно и административно нынче разделены. Преимущественно в настоящее время к ним в России относятся адыгейцы, которых в советское время таким образом назвали, выделив отдельную группу закубанских черкесов-адыгов под таким административным названием, поселив их на территории республики Адыгея современной. Также это шапсуги, которые проживают преимущественно в Лазаревском и Туапсинском районах Красноярского края, это кабардинцы, собственно в Кабардино-Балкарии, и черкесы, которые под таким именем известны на территории Карачаева Черкесии. К близкоростным народам, точнее к близкоростным субэтносам их относятся абазины и абхазы. Также к черкесам часто относили и относят убыхов, которые называли, самоназвание у них было Пях и Бях, они проживали когда-то в сочинском районе Красноярского края и представляли собой такой хорошо законсервировавшийся древний субэтнос адыгов, сохранивший свой особый диалект, который не похож был ни на адыгский, ни на абхазский языки, а был таким своеобразным, и хотя они преимущественно были двуязычными, то есть и абхазоговорящими и адыгоговорящими, но употребляли и этот свой диалект, и этот язык сейчас пытаются восстановить. К сожалению, они его утеряли, этот язык потомки убыхов, в принципе, как свою культурную идентичность, то есть они растворились в среде соседей адыгов, абхазов, но преимущественно среди туров в Турции. Начиная с античных времен, адыги или черкесы были известны под различными именами, в частности самые известные из них это Зихи, Миоты, Синды, Керкеты, Касоги также. Известны они под этими именами были с 6 века до нашей эры, с момента появления первых античных греческих колоний на северном побережье Черного моря. В современности археологической культуры относят предков адыгов к культурам майкопской, дольменной культуре, миотской и других местных культур. Сам этноним понятия черкесы появился в 13 веке, в эпоху татаро-монгольских нашествий. Так адыгов впервые стали называть именно татары, от которых позже это название переняли генуэзцы, у которых были колонии на северном причерном море, и уже как такие активные торговцы они распространили это уже по всему миру. Так в том числе такое название под немножко везде заменённое в Черкассы пришло и в Россию. Что касается этнонима адыг, то его точный перевод, точное понятие на сегодняшний день не установлено однозначно и считается, что он какое-то отношение имеет к такому же понятию, как допустим арийцы, то есть люди неба, люди небес, люди солнца, что-то в таком роде. Впервые само слово адыг появилось в литературе в 1502 году, упоминается у генесского путешественника Джорджа Инториано в его книге. В раннем средневековье, в принципе, во многом последующем адыгская жизнь, хозяйство их носило во многом аграрный характер, существовали различные ремесла, в том числе обработка металлов была очень развита с древнейших времён глиняных изделий. Исторически так сложилось, что где-то начиная с IV века и в последующего века, вслед за гуннами, пришедшими в этой земле, адыги, как и все народы Северного Кавказа, подвергались постоянной агрессии со стороны внешней стороны, со стороны вторгающихся народов других. В частности, вторгались сюда авары и Аланек, позднее ставившие большое государство на Центральном Кавказе. Там булгарские племена, определенные были Хазары, Византии. Постоянно адыги старались сохранить собственную независимость политическую и каждый раз вели ожесточенную борьбу с этими народами, каждый раз уходили в больше горные части. Их ареал распространения сокращался, попозже увеличивался с отходом этих вторгающихся. К 10 веку наша эра сложился на территории Черкесии, такой большой союз адыгских племен, так называемая Зихия, в которые преимущественно входили жанеевцы, будущие жанеевцы, будущие темиргоевцы и кабардинцы. В это же время появляется первое христианство на этих территориях, появляется своя епархия христианская, в Зихии, Зихийская и Тамартахская, это в Тамане, то есть две, они постоянно менялись, соединялись, разъединялись. Зихийская епархия, она соответственно была расположена на реке Ничепсуха, это в районе современного Михайловска, там было такое поселение Никопсия, Тамартахская, соответственно, в Тамане находилась. Что касается монгольского нашествия, то первая волна прошла безопасно для адыгов, а вот вторая уже нет. В 1277 году темник Золотардынский Нагай, он прошел с очень серьезно военными силами по территории, в том числе и Черкесии, по Северному Кавказу и очень серьезно, скажем так, разрушил Зихийский союз, очень много аулов поджег. Это очень плохо отразилось на адыгах. Кроме того, адыги чуть более позднее время, во времена Тамерлана, они выступили союзниками Тахтамыша, который воевал с Тамерланом, в этой междуусобице Золотардынской. И поскольку Тахтамыш проиграл, то Тамерлан, естественно, весь свой гнев обратил на его союзников, прошелся очень серьезно в нем мечом по Северному Кавказу, по адыгским землям, в том числе по Черкесии. И поскольку он был мусульманином по вере, то впервые начал так серьезно насаждать мусульманство насильственным образом, в том числе в Черкесии. Именно в эти времена адыги посчитают преимущественно скрываться в горах, уходят многие равнинные адыги в горную часть, образуя будущие новые субэтносы. Там же появляются в горной части многочисленные дороги, пройдущие по верхам хребтов, которые позднее использовались до самых последних веков для сообщения безопасного от набегов кочевников. И таким образом мы видим, что к 15 веку, в середине средних веков, в среде адыгов выделились следующие крупные субэтносы. В первую очередь это жанеевцы были, это крупные субэтносы, изначально проживавшие в низовьях Кубани и при Азовской степи вплоть до Дона, а также в Восточном Крыму и Тамани, который во время с 15 по 18 века постепенно вытеснялся крымскими татарами и негайцами, сначала из степей при Азовье на юг от Кубани, а с востока пришедшими от моря в жидугами. И таким образом в итоге, еще и пусть серьезные чумы, прошедшие в начале 18 века, жанеевцы значительно сократились, перестали быть ведущим субэтносом и были ассимилированы в итоге своими адыгскими соседями. А та же часть, которая жила в Тамани и в Восточном Крыму, еще в 16 веке была смешана с группой народностей, проживавших в рамках сначала Крымского ханства, позже Османской империи и там они очень серьезно перемешаны были. Вторым субэтносом являются тимиргоевцы, которые проживали в средней части Кубани с 13 века примерно на этих обширных территориях, в том числе доходили их территории до предгорий современного Краснодарского края до Геи. Но постепенно, в то же время, с 15 по 17 века, они вытеснялись оттуда сначала обжедухами, причем в череде военных действий, а позже и абадзехами. И таким образом их территория к 18 веку сократилась до маленького участка в устье Лабы. Однако тимиргоевцы, они считались аристократическим самым таким родом, самые авторитетные князья у них были, на них другие адыги равнялись во многом в части моды, в части применения законодательства, реформ собственного устройства. В эту пользу говорит и то, что современным литературным языком Республики Адыгея официальным является именно тимиргоевский диалект адыгского языка. Соответственно, к 17 веку у них еще и произошел внутренний раскол, из-за чего от них откололись отдельные мелкие суп-этносы, хотя и под их контролем находились, но жили отдельно. Это Хакучи, Мамхеги, Адамиевцы и Герухаевцы, которые распределились по речкам Белой и Лабем. Следующий событий – это бжедухи, проживавшие уже с 15 века, пришедшие с юга вытеснившие тимиргоевцев в центральной части Адыгеи Краснодарского края, но позже были оттеснены они также к левому берегу Кубани, примерно в районе современного водохранилища напротив него, шапсугами и абадзехами. Абадзехи к 18 веку их еще и вытолкнули полностью из бассейна реки Псикубс, делились они на хамышеевцев и черченеевцев, но считается, что к ним относятся также и махошевцы, которые жили на Средней Лабе, и они отделились от них только в тот ранний период, когда бжедухи в центральную часть переселялись в Кубани. Следующие – это натухайцы, которые проживали на юго-западе Краснодарского края, в основном на побережье в районе Анапы и Геленджика, в глубь до Кубани, в Абинском районе примерно, сформировались они довольно поздно, в 18 веке уже, из ассимилированных ими субэтносов, тех же жанеевцев, например, а также хигайков, которые проживали вокруг Анапы. Шапсуги, одни из крупнейших субэтносов адыгов в истории, они проживали в 15-16 веках в горах на Черноморском побережье Туапсинского района, после чего стали значительно увеличиваться в населении, стали выселяться в равнинной части, а позже и в глубь материка, вытеснив, соответственно, бжедухов. Таким образом, шапсуги разделились на малую, расположившуюся на побережье Черного моря, и большую, расположившуюся, соответственно, в центральной части Краснодарского края современного. С востока они ограничивались речкой Шахе по побережью и граница с запада речкой Пшада. Причем, стоит заметить, что разница между шапсугами и натухайцами, она являлась довольно условной, поскольку они очень были близкородственными. Два субэтноса друг к другу, и очень часто их просто не разделяли никаким образом. К концу XVIII века их из бассейна Псикупса как раз вытеснили Абадзехи. Собственно, Абадзехи, которые сформировались уже очень поздно, к концу XVII века, в верховьях рек Белой Пшахи и Пшиш в Лайоне Лагананг, и позже расселились по низовьям рек и в долину Псикупса, вытесняя темиргоевцев и шапсугов с бжедухами. Считались они среди адыгов самыми воинственными, дикими, то есть откровенными горцами, жили очень скупо, такие шотландцы, черкесии. И они отличались тем, что первыми устроили у себя демократическое общество, у них не было князей как таковых, у них все вопросы решались на собраниях Хосе. Они же первыми подверглись радикальной пропаганде мусульманской со стороны Мухаммед Амина, который устроил у них свое собственное устройство на основе шариата. Убыхи, собственно, про которых я уже упоминал выше, это собусупэтнос, который проживал в Сочинском районе Краснодарского края, между речками Шахе и Мзымтой. Они отличались с такой особенностью, были полуфеодальными такими, что-то среднее у них, международными собраниями и княжеской властью. Отличались они очень стройной формой устройства военных сил, то есть у них было более-менее, как бы так, не хаотичные войска, а организованные в какой-то порядок. И они являются теми, кто последние сдались в Кавказской войне и полностью выселились со своих территорий. Абазины, собственно, словная группа абхазоговорящих мелких сообществ, провыживавших в долине реки Мзымта, это Садзе и Джигета, и в верховьях горных перевалов, переходящих в Карачаево-Черкесию современную. Они были именно абхазоязычными племенами и стали довольно большой частью, вместе с беслинеевцами, современных черкесов Карачаева-Черкесии. Собственно, кабардинцы, которые проживали с 15 века на обширных территориях Центрального Кавказа, в Большой и Малой Кабарде, и Малая Кабарда располагалась вдоль поймы реки Терек. Здесь они основали свое, собственно, независимое объединение и пришли сюда, как раз к 15 веку, из Черкесии с запада. Считается, что они уходили от власти Крымского ханства, распространявшегося в тот момент на Черкесию, и чтобы остаться независимыми, они решили эмигрировать на опустевшие земли разбитых алланов. Собственно, беслинеевцы, это небольшой субэтнос, отколовшийся от кабардинцев и вернувшийся на Среднюю Кубань-Лабу. В свое время тоже, в будущем, они образовали черкесов Карачаева-Черкесии. И, собственно, Абхазы, которые по сей день проживают в Абхазии, имевшие свое отдельное государство, Абхазское царство. Вот, собственно говоря, территория проживания всех этих племен и называлась условным словом Черкесия. То есть территория от Зовского моря практически до Каспийского в 9-12 веках образовавшаяся. При этом стоит отметить, что территория Черноморского побережья, считается по одной из теорий, в какой-то момент она была адыгоговорящей населением, заселена. Но к 9-12 веку, с появлением, собственно, независимого государства Абхаза, Абхазского царства, стало очень сильно распространяться, Абхазский диалект стал распространяться, вплоть до Суджуской бухты современного Новороссийска, но при этом само население не менялось. То есть такое, меньшинство очень сильно влияло на большинство местного населения, то есть свою культуру распространяло. Позже, начиная примерно с 13 века и после конца 19 века, вот именно абхазский диалект языка вытеснялся с запада на восток, обратно в сторону Абхазии и дошел примерно до Мзинты. То есть убыхи были уже двуязычными, абазины уже абхазоязычными. То есть адыги вернули свою культурно-языковую часть обратно. Считается, что это в том числе связано с распространением и наабазской, так называемой епархии, существовавшей как раз таки в Абхазии и параллельного еще и абхазского католика Сата, то есть две церкви христианские существовали и очень сильную миссионерскую деятельность вели в эпоху расцвета Абхазского царства. Кроме того, в структуру жизни Черкесии, черкесского общества очень хорошо влились армяне, ставшие в будущем черкесогаи, и греки, урумы, которые переселялись из Турции, из Крыма с приходом туда мусульман и составляли, ну так скажем так, они выполняли торговые функции в этом обществе и имели довольно серьезный авторитет. Они говорили, естественно, в черкесском языке, выглядели как черкесы, но сохраняли свою культуру именно в плане соблюдения христианских обрядов в своих собственных. Из всех перечисленных субэтносов феодальное имя княжеское устройство было у тимиргоевцев, у бжедухов, абхазов, кабардинцев и женеевцев, то есть это феодальные общества были. А у остальных народов были либо промежуточные варианты, как, например, у тех же убыхов, либо открытые демократические общества, принимавшие, как бы, решавшие общественные вопросы на основе народных собраний. Попытки аристократических родов и отдельных вольных обществ взять власть в свои руки вылились в гражданскую войну народа против аристократии, произошедшего в конце XVIII века, так называемую адыгскую революцию, приведшего к изгнанию или значительному сокращению прав аристократии у шапсугов, натухайцев и абхазехов, самых крупнейших субэтносов, образовавшихся в позднее время. Княжеская власть, она не смогла закрепиться на этих территориях, скажем так. Мы вернёмся в прошлое, в XIV-XV веках адыгов занимали вот эти вот обширные земли, которых я указывал, в частности, заняли они тогда земли, кабардинцы заняли земли Пятигория, в окрестностях Пятигория. В XV веке очень большое влияние имела ещё Генуя, до захвата её колонии Османской империи, и она очень сильно, эти генуевские колонисты, торговцы, они очень сильно развили торговлю на территории Черкесии и, в принципе, всего Центрального Кавказа, в том числе и у черкесов, соответственно, полный обмен всех товаров происходил через них. Но с приходом турок, захвативших сначала Константинополь в 1453 году, а позже к 1475 году и генуевские колонии в Крыму и в Черкесии, училился поток адыгов на восток, которые уходили от власти Крымского ханства и усиления её благодаря приходу Османской империи. И всё это в итоге привело к тому, что многие западные адыги попали под политическое влияние, они платили дань Крымскому ханству, хотя политически не подчинялись, постоянно восставали, пытались сражаться, но как бы были слабы для этого. Вы остались независимыми лишь кабардинцы, которые всё равно в течение 300 лет подвергались постоянным нападкам со стороны Крымского ханства, со стороны турок, которые постоянно восставали против выплаты дани и пытались обрести полную независимость от Крымского ханства. Но перейдём к внутреннему миру адыгов – фольклор. В фольклоре основное место у адыгов занимают нарвские сказания, героические и исторические песни, рассказы, сказки о героях. Сам нарвский эпос, он многонационален и свойственен для многих народов Кавказа, он есть и у осетин, самый распространённый, есть и у абхазов, жителей разных народов Дагестана, у чеченцев и ангушей он есть, в принципе у карачаевцев, балкарцев, каждый по-своему и во многом даже очень пересекающиеся события и имена, то есть сказки какие-то определённые и имена героев. Но адыгский он отличается тем, что он песенный, он весь именно в форме песен составлен и состоит из множества циклов, посвящённых различным героям, каждый из которых включает разные повествования или стихотворные части, но акционные сюжеты, они относятся к таким нартам-героям, то есть нарты – это богатыри. Это Сосруко, самый известный, который встречается практически у всех народов Кавказа, это Батарас, Ашамес, Бодиноко и другие нарты, значит фольклор этот включает в себя и различные песни, которые относятся к свадебным, похоронным действам, сам по себе он включает как бы вопросы от создания мира, создания человека до каких-то мелких определенных деталей, ландшафта даже, каких-то городов. И все вот эти частушки, песни, они исполнялись в основном народными песцами, сказителями Джигуаку, которые были очень авторитетными в обществе, то есть это такие барды, которые ходили из аула в аула и как бы их приглашали на различные переприятия, где они пели эти песни и по сути они сохраняли, скажем так, народный эпос, народные сказки таким образом, устным способом, они передавали их. Их очень боялись, уважали, потому что они могли как бы любое событие свободно воспеть, скажем так, вплоть до того, что если бы князь где-то опозорился в битве, то Джигуака могли это именно в таком ключе и воспеть, и он получил бы позор в обществе. При этом они были неприкасаемы. Сама религия адыгов представляет собой монотеизм, то есть едино-божие со своей стройной системой устройства, мироустройства, единый бог Тха или Тхашхо, что в принципе то же самое, значит великий Тха. Сама религия, она по сути такое философско-этическое учение, основанное на так называемых нормах адыгства или хабзе, то есть нормы поведения в обществе, на основании которых все это общество и живет, и соблюдает их нормы этикета, нормы общения с людьми, нормы общения с богом, соответственно, и окружающим миром. Сам бог Тха, он как бы не творец, его волей не возникает мир, но он является источником законов мира, то есть он как бы регулирует эти законы. Он дает человеку возможность самопознания, приближает человека к богу, но сам Тха не вмешивается в жизнь человека, то есть, грубо говоря, совершая тот или иной поступок, человек должен руководствоваться правилами адыгства, принятые в своем обществе, и соблюдать их или не соблюдать в какой-либо сложной ситуации, он, это выбор как бы воли человека, он обращается к богу лишь за советом, то есть стоит или не стоит так поступать, как к своему какому-то брату, другу, отцу, как к близкому родному лицу. А сами последствия такого выбора, они ложатся полностью на человека, то есть в огромном мире его душа будет либо сгорать от стыда перед предками за то, что он не соблюдал эти нормы, либо она будет блаженствовать, соответственно. Сам Тха, он как бы не имел какого-либо образа, был вездесущ, хотя христианство пыталось его как бы втянуть в свою сферу, появлялись иконы с его изображением Тха. В целом религия чем-то схожа с, во-первых, друидизмом, хотя только особенность проведения обрядов в священных рощах относится к этому, но поклонения самим деревьям, рощах или богам не происходило. И отчасти даосизма в плане вот именно нормы этого адыгства, адыга хабзе, так, например, уважение к старшим, это, допустим, неприкосновенность гостя и всеотдача ему всего самого лучшего, это поведение, связанное с уважением к природе, в которой живешь, к лесу, к зверям, это, значит, сострадание к ближнему, помощь бескорыстная, то есть, ну, общепризнанные нормы морали. Что касается христианства, как уже упоминалось, христианство появилось вообще в первом веке, первые его последователи в Черкесии. К шестому веку образовалась полноценная такая епархия на месте Черкесии в Зихии и в Тамане матрахская. Соответственно, у черкесов были свои попы, которые проповедовали, в том числе и на черкесском языке, однако христианство было смешанное, то есть, оно не принято было до конца вообще в обществе, только в основном княжеской верхушке, аристократической, простой народ продолжал соблюдать нормы адыгской религии и со временем эти нормы как бы посмешались. То есть, в священных рощах обряды были уже смешанными, там могли бы висеть кресты, но обряды были языческие, адыгские. И даже с исчезновением в 15 веке попов, вот этих шагенов, так называемых, христианских, из-за истребления их, собственно говоря, крымскими татарами и турками в обществе с навязыванием мусульманства ислама, вот эти нормы не исчезли и по сей день они встречаются в адыгском обществе. Допустим, адыгизы соблюдают Пасху, у них поминальные обряды исключительно христианского вида. Но христианство приходило не только в православной религии, но и в католичестве. Так генуэзцы пытались распространять еще с 13 века католическую религию, была образована католическая своя церковь в Тамане, и оттуда производилась миссионерская деятельность. Но у католичества оно не прижилось, поскольку велось, во-первых, на латыни, опять же, приняло это было княжеской власти, в основном аристократической, и простой народ вообще не понимал, о чем речь идет, на латыни оно не предполагало о ведении на языке местом богослужений. Ну и, соответственно, католические миссионеры, они периодически прибегали к насильственным методам распространения религии, чем вызвали негативную реакцию со стороны простого населения. И, соответственно, вся эта католическая епархия, она и рухнула с приходом Османской империи в этот регион, и не оставила особо никаких следов. Сам процесс принятия ислама был поэтапным. Адыги, поскольку никогда никого не ставили выше себя, то есть не воспринимали чужую власть на своей земле политическую, имеется в виду, то и мусульманская пропаганда, которая была начата усиленно примерно с 17 века со стороны Османской империи, она не давала эффекта полного подчинения адыгов, скажем так, Турции, поскольку турецкий султан просто стал восприниматься ими как духовный лидер, но никак политический. И, соответственно, черкесы продолжали точно так же нападать на солдат турецких, на турецкие гарнизоны и при удобном случае их грабить. Впервые, точнее, ислам, как я уже говорил, появлялся в этом регионе вместе с арабами, но не ставил никакого особого следа. Потом более усилился с приходом Тимура, который прошелся через Черкесию, ну и, соответственно, закрепился очень серьезно благодаря усилиям Крымских татар и Османской империи турок. Первым, естественно, приняли ислам в основном те общества, которые жили на побережьях, это были в основном княжеские общества, он появился у натухайцев, у божедухов, у женеевцев, хигаиков. Позже уже он распространяется у темиргоевцев кабардинцев, причем у кабардинцев он очень серьезно закрепляется на их территории, значит, в том числе и у простого населения, среди простого населения. Ну и последними приняли их те общества, которые жили глубоко в горах, были труднодоступными, это изначально были абадзехи, шапсуги, ну и убыхи. В Кабарде такое усиление было связано с тем, что там князья согласились, в отличие от других князей и княжеских родов Черкесии, на ущемление собственных привилегий, собственного положения, угоду вот именно в борьбе против внешних захватчиков, связан с тем, что как бы ислам-то он предполагал равенство всех перед законом по шариату, но они готовы пойти были на это. Впервые, кстати, появились первые шариатисты, так называемые, то есть из Малой Кабарды князь Дол был командующим вооруженными силами войсками шейха Мансура, первого повстанца именно на основе шариата исламского. При этом отстают отметить, что мусульманство, в общем-то, как и христианство, среди простых людей, также точно неглубокие корни не пустило и обряды были уже смешанными тройственными, то есть в священных рощах сели, допустим, кресты и тут же имамы проповедили мусульманские пробивки населению. Кроме того, в самой Черкесии в Западной, в 40-е годы 19 века очень серьезное влияние произвел наиб имам Шамиля Мухаммед Амин, который производил здесь шариатскую реформу среди местного населения, объединял адыгов на основе шариатов в борьбе против России. К нему тогда присоединились Кабарда, Натухаев, Ждухия и Абадзехия, собственно, ставшие центром его деятельности. Все это отразилось, естественно, на фольклоре, на культуре адыгов, вот эти мусульманские традиции, именно исламская этика, так называемая. Кроме того, Амин активно боролся с дворянством, которое имело свойство, черкесское дворянство, то есть принимать решения не в пользу народа, а в пользу собственных личных интересов, то есть они могли на сторону Турции прийти, когда бы это было выгодно, там торговля была, допустим, и защита со стороны Турции, потом также точно переходили на сторону России, поскольку им это было выгодно, то есть с мнением народа не всегда считались, особенно там, где княжеская власть была сильна, а не сила народных собраний, и именно Мухаммед Амин с этим пытался бороться, он как бы пропагандировал свержение княжеской власти и установление именно законов шариата. Чем вызвал сопротивление натухайского князя Сефербия Занокова, который как раз таки в годы Кавказской войны стал объединять адыгов с другой стороны на основе общих правил адыгских адатов, то есть на основе классического адыгства, на основе уважения к княжеской власти, и таким образом у них такая мини-гражданская война, происходила, то есть адыги, объединенные субэтносы под лицом Амина, и на основе идеи шариата сражались с Сефербия Заноковым, объединившим их на основе адыгов на основе адыгства. Также определённое сопротивление было и со стороны убыхов, тоже у них хаджи-берзек-керантух, который объединял убыхов под своей княжеской властью. Что касается именно торговли, вот с приходом Османской империи на эти территории, Османская империя стала очень активно закупать рабов. Они и раньше, в общем-то, закупались через генуэсов, но тут это усилие тем, что они, наоборот, пропагандировали это, наоборот, этому способствовали, и многие адыги, они предпочитали, скажем так, заниматься, вместо того, чтобы ремеслом каким-то производством, сельским хозяйством, ну просто набегами, потому что это было выгодно сделать набег, захватить рабов, продать их в Турцию. И если раньше в перегенуэсов это было свойственно большей аристократии, то есть княжеским представителям, да, и дворянству, то с приходом в Турцию это настолько усилие, что даже и простые люди не гнушались этим пользоваться. Причем не только в набегах рабов доставляли, но и сами адыги стали продавать своих родственников, особенно в бедных семьях, детей своих в рабство, для того, чтобы как-то заработать на жизнь. Считается, что Черкисагай были такими хорошими посредниками, не менее, в этой торговле. Тем не менее, очень была развита культура уважения природы, своего окружения, мира окружающего. Связано это было с тем, что адыги даже строили свои дома, распахивали поля, сады, устраивали так, чтобы как можно меньше там срубить деревья, как можно меньше изменить ландшафт. Они встраивались в этот ландшафт и даже после исхода адыгов из этих земель очень многие царские агрономы, пришедшие на землю пустушим на Черкесию, очень удивлялись, как гармонично встроены эти террасы земледельческие в горной части, допустим, как устроены эти сады, как гармоничными с природой сочетаются. Также интересен факт присутствия черкесов в средней в Египте, поскольку с 78 века очень активно вывозились эти пленники-рабы из Черкесии. Они оседали очень часто в Египте, из них формировались арабскими султанами своей личной гвардии из черкесских пленников и из пленников тюркского происхождения, в основном туркменов, тех же турков, половцев, кумыков. Все это привело к тому, что возросшая элита из этих воинов стала называться мамлюками и выделилась из них сначала тюркская и бахритская часть, которая свергла арабских султанов и устроила именно тюркскую династию правителей Египта, а к 13 веку усилившаяся черкесская часть, соответственно, свергла уже в свою очередь тюркских султанов и установила черкесский султанат бурджитов, который правил Египтом до захвата его Османской империи в 1517 году. Но, тем не менее, черкесы и в последующие годы, и в настоящее время даже в Египте занимали довольно серьезное положение в обществе, были высшим офицерством в армии и по сей день у них довольно большая черкесская, мамлюкская община в Египте существует. Что касается Кавказской войны, с начала 18 века возникают первые периодические конфликты адыгов с Российской империей, после того, как Российская империя стала продвигаться к этим границам и строить укрепления на пограничных территориях. В общей сложности Кавказская война длилась 101 год, по итогу поставив на адыгские народы на грани полного исчезновения. И если активный период войны с русскими в Кабарде, то есть первый этап этой войны, происходил локально, то есть сама Кабарда только сопротивлялась с 1763 по 1820 годы, в то время как остальные народы в общем-то не включились в эту большую борьбу. И когда началась более-менее активная фаза Кавказской войны в 1820 году, то кабардинцы, они отчасти из-за военных действий, отчасти из-за прошедшей серьезной чумы, были, ну, очень сильно сократились в 10 раз, были вытеснены и их земли были захвачены и как бы они были переселены под русские крепости в итоге. И получается, что вот после вхождения Грузии в восточной в 1801 году и северного Азербайджана через последующие пять лет в состав Российской империи территории как бы Черкесии, основные оказались отделены захваченной Кабардой от Чечни и Ингушетии и окружены российскими территориями. Таким образом, Российской империи требовался выход к Черному морю и стабильность в плане того, что в случае какой-либо войны не будет никаких нападений и стали возникать планы именно покорения Черкесии. С 1817 года, как раз таки начиная с Кабарды, генерал Ермолов начал проводить эту активную агрессивную военную политику, когда вырубались леса, прорубались просеки и строились крепости, перерезающие сообщения между черкесами, разорялись именно выжженная земля политика была, разорялись аулов, сжигание вот этих вот пастбищ, сжигание провизии и полей, и садов. Это вызвало, соответственно, освободительное движение, которое обосновалось на основах идей мюридизма, так называемого одного стечения суфийского ислама, то есть основанного на таких мудрецах, суфиях, которые считались святыми и за которыми шли люди. В конце 20-х, начале 30-х годов 19-го века в Чечне и Дагестане сложилось теократическое государство, так называемый имамат. Но среди адыгских племен Западного Кавказа юридизм не получил такого распространения активного и в эти же годы Россия подчиняет себе Абхазию и Джигетью, создает там свои приставства. А после поражения Турции в русско-турецкой войне 1828-1829 годов, все восточное побережье Черного моря, от Усе-Кубани до самой современной Аджарии, оно юридически переходит во владение Российской империи и Турция обязывается не вмешиваться в дела Российской империи в этих краях, скажем так. Как я уже говорил, адыги не признавали турецкой власти, соответственно и российской власти в новой они также не признали. К 1939 году в ходе сооружения Черноморской береговой оборонительной линии, то есть это линии укреплений, расположенных по берегу Черного моря и связанных также дополнительными линиями с рекой Кубани. Адыги были вытеснены в горы, были отрезаны друг от друга, особенно надухаются от шапсугов. Все это привело к тому, что с февраля по март 1940 года адыги подняли большое восстание по всей Черкесии, нападали на эти укрепления, многие из них даже овладели штурмом, но не смогли их нормально удержать и вынуждены были раскрыться в горах. Причиной тому стал голод, который развился у них в связи с тем, что вот эти пути перерезаны, торговые пути в том числе были перерезаны и они перестали получать нормальный провиант, то есть кушать нечего было элементарно. Российская империя соответственно все это строила и перерезала для того, чтобы пресечь Катарабанду со стороны Турции и европейских государств, которые активно провозили не только еду, но и оружие советников военных туда в Черкесию для того, чтобы поднимать восстание против российской власти. Тем не менее с 40-х по 50-е годы русские войска продвинулись вглубь Закубания, прорезались по рекам и устроили некоторый ряд укреплений, которые линиями разрезали вот эти суп-этносы друг от друга. Но во время Крымской войны в середине 50-х годов Россия вынуждена была оставить все свои укрепления в Черкесии, взорвать их и уйти отсюда, поскольку не могла их удерживать и оборонять во время войны от Англии и Франции. И несмотря на попытки англичан и французов смонить черкесов на войну против России, они не воспользовались этим шансом, у них начались внутренние разладицы и они в общем-то не выступили открыто в Крымскую войну против России. Соответственно по окончании Крымской войны русские войска сначала переходят на Восточный фронт, там полностью захватывают имаман Шамиля и заканчивают полностью Кавказскую войну на Восточном фронте, после чего всю массу войск скапливают на Кубани и переходят в наступление на Черкесию. При этом во время этого наступления Александр Второй, император тогда российский, он выходит с Кадыгом с предложением таким, что значит мы полностью подчиняем к себе ваши земли, вы переселяетесь в Кубани под надзор русских крепостей и вроде все довольны. Соответственно Адыги ему ответили отказом на это и как бы военные действия продолжились, он поставил им такое условие либо выселение, либо выселение на Кубань под надзор крепостей, либо выселение в Турцию. Соответственно к 61 году большая часть равнинной земель адыгов была подчинена России, была захвачена, а к 62 году Россия овладела Черкесией именно горной частью к северу от хребта и перешла, стала переходить с войсками к Черноморскому побережью, просто введя такую войну методом выжженной земли, уничтожая полностью аулы, сжигая все, то есть не давая возможности вернуться и продолжить нормальную мирную жизнь. Все это вылилось к тому, что начался серьезный продовольственный кризис, начался голод, начались очень сильные эпидемии среди вот этого отступающего черкесского населения к побережью. В независимых небольших оставшихся долинов в Черкесии скопились огромные массы беженцев, которые двигались к побережью Черного моря. При этом нужно отметить, что в принципе до военного конфликта был еще и план такого мирного покорения Черкесии путем устроения торговли. В частности были назначены два деятеля, один из них Скасси, очень известный итальянец, который основал миновые дворы по всей Черкесии и устраивал торговлю среди черкесов. Соответственно строились в крепостях единственных имевшихся больниц, школы, туда привлекались в основном из аристократии люди, черкесы, сманивали цивилизации. Может быть и увенчался бы этот проект успехом, но он в торговых делах Скасси начал мошеннические действия, что очень негативно воспринимал с черкесами и поднимал к восстаниям. Они начали нападать на укрепление, соответственно план, все понимали, что план это долгосрочный, что это несколько поколений должно произойти и в итоге в Петербурге вывели лоббистов военного решения конфликта. Это казалось всем таким очень быстрым и легким, то есть просто за несколько лет покорить, военным действиями захватить Черкесию и таким образом решить вопрос. Но какое-то время определенные управляющий состав военный, те же генералы на местах, они продолжали пытаться наладить именно мирные отношения, торговые с черкесами, но при этом очень многое было декабристов, и российская власть жестоко с ним поступала, она просто таких людей снимала, либо выводила на другой фронт куда-нибудь в Польшу, например, или вообще снимала с должностей. Таким образом поменяв высшекомандный состав на людей, которые просто беспрекословно выполняли приказы. Все это привело к тому, что в итоге в этой кровопролитной войне, в последующей массовой депортации адыгов Османскую империю, большая часть населения была выдавлена из Черкесии. Немногим более 50 тысяч человек осталось, сдавшихся и перешедших в пойму Кубани, а из бывших примерно миллиона трехсот, по оценочным данным. В ходе вот этого переселения очень многие из них погибли от болезней, от холода, от голода. Не говоря уже о том, что сами турки не были готовы к такому наплыву беженцев, опять же многие частники пользовались этим, перегружали суда, эти суда тонули. Те, кто выселился в на территории Османской империи, оказались в таких условиях антисанитарии и голода, опять же, по основе турецкое правительство не могло долго решиться, что с ними нужно делать, как расселить эти палаточные лагеря. Сама война к 64 году закончилась тем, что русские войска в итоге вышли по побережью, дошли до Сочи, там у них последние сражения с убыхами произошли, и в итоге, дойдя до Красной Поляны, здесь закончилась 21 мая 1864 года Кавказская война, был проведен Парад Победы. Со стороны турок османский султан Абдул-Ахмед II тогда правил, он как бы приветствовал эти переселения, был специальный закон им издан даже, пропагандисты различные засылались в Черкесию, которые обещали сказочную жизнь, огромные льготы для переселенцев, но по факту они были в итоге расселены на приграничные пустынные земли, в той же, допустим, Сирии, с целью прикрытия Османской империи от нападения бедуинов. У них тоже, в общем-то, в Османской империи тогда был свой кризис, и несмотря на все вот эти обещания, они в итоге стали равными гражданами со всеми другими гражданами Османской империи, также точно с них собирать стали налоги, их стали забирать в армию, служить на Балканский фронт. Во время революции в Турции в начале 20 века они попали под законы, которые делали из всего местного населения турок, то есть им было запрещено разговаривать на собственном языке, запрещено было музыку играть собственную национальную, какие-то свои национальные праздники праздновать, то есть они должны были стать турками в итоге. И в результате чего очень многие из них в итоге через поколение потеряли собственный язык. Молодежь предпочитала, чтобы передвигаться по коренной лестнице, должна была учить турецкий язык, встраиваться в турецкое общество и свою культуру, свой язык они теряли. Что касается тех адыгов, которые переселились в Кубань, то во время царской России в императорской они были таким народным изгоем, по сути жили в таких резервациях до советского времени, когда благодаря действиям советского функционера во многом хаккураты они сумели образовать, допустим, тоже республику Адыгею свою, то есть он развивал очень сильно культуру, строил школы, которые преподавали на их родном языке, очень развивал вообще в принципе всю эту деятельность и они сумели сохранить свой язык и культуру. В целом же в советское время земли населённые адыгами были намеренно разделены административным порядком на Кабардинскую СССР, адыгейскую и черкесскую автономные области и был ещё такой Шапсутский национальный район, его позже ликвидировали, он стал ладжевским районом Краснодарского края. За рубежом же этноним Черкес стал употребляться и по сей день употребляется в отношении переселенцев, а также в отношении потомков моблюков Египта. Довольно большие диаспоры представлены у адыгов около полтора миллиона человек в Турции, также потомки их проживают на Ближнем Востоке в различных странах, это Иордания, Сирия, Ирак, Саудовская Аравия, Египет. Диаспоры также представлены в странах Европы, Северной Америки, в Австралии даже есть. А что касается именно современной истории, то, например, в 92 году Верховный Совет Кабардино-Балкарской СССР приняло постановление об признании и осуждении геноцида адыгов в годы Русско-Кавказской войны, который именно таким образом был воспринят, 21 мая стал днём геноцида и траура, и эти общественные организации обращались как к российскому правительству с просьбой о признании, так и в международное сообщество, но последний день этот вопрос остается открытым. Единственная страна, которая признала её на сегодняшний день является Грузия. Что касается самих последствий Кавказской войны, то, допустим, такие племена, как субэтносы, как жанеевцы, хигайки, хакучи и часть шапсузских племён, они больше вообще не существуют в истории, они полностью вымерли. На Кавказе, на российском, не осталось вообще убыхов, которые в итоге потеряли свой язык и культуру. Вроде есть теория, что их потомки по сей день живут в Сочи, вроде даже потомки каким-то образом себя сейчас пытаются проявить, но как бы эти люди, которые не знают ни языка, ни культуры, это только в зачаточном состоянии возрождается сейчас. Натухайцы, игрухаевцы и хатукаевцы также исчезли с российского Кавказа. Тем не менее, часть из репатриантов, особенно в связи с войной в Сирии сегодня, они возвращаются обратно в основном на территорию Кабардино-Балкарии, где поселяются и пытаются ассимилироваться в новом обществе. На этом всё, комментируйте, ставьте лайки, готов обсуждать эту тему, готов развить какие-то отдельные моменты, если есть интерес. Делайте перепосты, не забывайте о поддержке канала по ссылочкам. На этом, пожалуй, всё. Всем пока.